Привет! Привет! У нас сегодня прогулка в центральном парке района Сондо города Инчон. Это очень интересный парк. Пойдемте сами силы видеть. Перед парком построили комплекс зданий в старинном стиле. Это японский ресторан Саппора. А дальше идут корейские и китайские рестораны. Сейчас мы идем во внутренний сад этого ресторанного комплекса. В ночное время суток здесь красивая цветовая иллюминация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот так выглядит кофейня Холлис. Оригинальная кофейня, правда? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подходим к самому парку. Он построен по принципу Нью-Йоркского парка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здесь торговые центры. С 9 по 21 этаж офисы компании ДЭО. 36 и 37 этаж рестораны. От 37-го и выше этажа находится отель, и на самом последнем этаже находится обсерватория. В 2010 году здесь проходил саммит G20. На самом деле парк здесь довольно крупный. Давайте обойдем вокруг и посмотрим его. Немного изменился он. Последний раз здесь был полгода назад. Гостиница Широтон. Почему-то вывеска у них стала одноцветная. Раньше сильно выделялась. А это кафе. Там можно взять перекусить. Или какие-нибудь коктейльчики, или кофе попить. Дошли до кафе. Здесь открываются вот такие виды. А вот такие виды открываются со второго этажа кафе. Здесь, по-ч validate, и кафе. И все еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Р zobaczyлась. СОЛЬНОЙЧЕМАЯ МУЗЫКА СОЛЬНОЙЧЕСКИ Решили взять велосипед прокатиться вокруг парка На этом велосипеде нельзя ездить по территории парка, а только по тротуару, который идет вокруг него А через дорогу от парка находятся жилые дома и офисные здания Через 15 минут подъезжаем уже к конечной точке маршрута Оглядимся вокруг, что тут есть Березки в Корее Редко встречаются Пора ехать обратно, скоро закончится время аренды Сомнительное это удовольствие велосипед Не берите его Сдали его, пойдемте лучше пешком посмотрим На велосипеде все равно нельзя проехать внутри парка Пойдем по этой тропинке и выйдем к реке Вот такие вот виды открываются С этого берега реки Когда я впервые здесь очутился и увидел то, что видите вы Я был просто поражен масштабами задумки этого проекта Такая красота Камерой даже не передать Здесь огромная территория парковая И там живут олени И вот желтыми линиями огородили И за короной туда сейчас пройти нельзя Здесь есть мост через реку Хочу показать вам виды с этого моста Вот этот вид Визитная карточка этого района Пройдем сейчас в ту сторону до конца этого парка Это тут местный арт-культурный объект Культурный в кавычках Собачка И три молодца Почему-то фонтан пока не работает Фантазия, конечно У скульпторов еще та Ну вот дошли почти до конца Здесь есть еще один мост Посмотрим на виды вокруг с этого моста В том направлении Через километр уже начинается Желтое море Хорошие виды для инстаграмщиков А вот такое здание, по-моему, было в игре Мегаполис В конце парка тоже есть Интересные фотозоны Например, такие музыкальные инструменты Кстати, этот рояль играл Но сейчас некоторые клавиши уже не активны В этом здании находится какой-то музей Я внутри был, но, честно говоря, не понял, что там такое Уже смеркается Пойдем обратно к парковке В ту сторону, где были рестораны С которых мы начали съемку Перед ресторанами есть еще целый комплекс Таких зданий в историческом стиле И получается, что с этой стороны парка Находится целая улица Домов, построенных В историческом стиле В основном здесь рестораны, гостиницы В темное время суток с подсветкой Они выглядят более интересно На мой взгляд Домов, построенных Так, ну вот мы и вернулись в парковке Друзья, как вам этот парк? Понравился? Мы еще раз сюда приедем В теплое время года Как всегда, подписывайтесь Ставьте лайки Увидимся в следующем видео Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok